Загадка Ордена Тамплиеров В XII веке христианская церковь была уже мало похожа на маленькую иудейскую секту, которой она была при возникновении. Ее влияние распространилось на все области жизни в Западной Европе, но было еще далеко до времени того мрачного мракобесия, который ставили в упрек средним векам просвещенные поколения века XVIII. Над умами в те годы властвовал аббат Бернард Клервосский, который еще при жизни был канонизирован в святые. Писатель-мистик, великолепный оратор, он был вдохновителем Второго крестового похода. К его мнению прислушивались папы, а феодалы его боялись. В этот период вся политическая активность проходила под знаком соперничества между духовенством католической церкви и императорами Священной Римской империи за влияние на сеньоров. В этих условиях Бернард и основал в 1128 году военно-монашеский орден рыцарей храма тамплиеров, храмовников. Ядром ордена стали рыцари, вернувшиеся из Палестины. Становление его было стремительным. В ряды тамплиеров вливались все новые и новые добровольцы, или скорее послушники. С самого начала орден прочно обосновался на землях Западной Европы, разделенной в то время на девять провинций – Францию, Португалию, Кассилию, Арагон, Мальорку, Германию, Италию, Сицилию и Англию с Ирландией. К началу XIV века храмовники располагали по всей Западной Европе почти десятью тысячами владений, из которых около тысячи находились во Франции. Владения, а также военные посты и укрепления, подчиненные им, покрыли Европу густой сетью. Три категории братьев составляли сам орден. Рыцари, все благородного происхождения или, очень редко, возведенные в дворянство. Из их числа избирались руководители резиденции. Духовники-монахи, находившиеся при магистрах или служившие в церквях. Сержанты, из числа которых рыцари набирали оруженосцев и пехоту в военных походах, и которые вели хозяйство и управляли имуществом ордена. Среди них были свободные крестьяне и ремесленники. Еще была категория гостей храма, оказавших ордену временные услуги. Орден брал под свое покровительство и тех, кто примыкал к нему, сеньоров, выказывавших по отношению к нему верноподданнические чувства, торговцев, пользовавшихся его коммерческими услугами, ремесленников, обосновавшихся на его землях и многих других. Внизу этой иерархической пирамиды находились зависимые крестьяне, прикрепленные к земле феодальной зависимостью, и темнокожие рабы, вывезенные из Палестины. На вершине царил Великий Магистр, избранный собранием представителей девяти провинций Западной Европы. Великий Магистр обладал абсолютной властью, за исключением вопросов, связанных с приемом новых рыцарей, продажей имущества ордена, назначением высших руководителей провинций. Их решало собрание. Тамплиеры не признавали над собой никакой другой власти. Орден храма пользовался правом экстерриториальности и не подпадал под юрисдикцию властей тех земель, на территории которых он находился. Орден не платил никому никаких налогов, в том числе и церковную десятину, а также таможенных пошлин. У него была своя полиция и свой трибунал. Формально Великий Магистр подчинялся только папе, который сам его боялся. Военная мощь ордена была значительна. В его рядах было около 15 тысяч рыцарей и 45 тысяч сержантов, не считая священников, крестьян, ремесленников, гостей храма и вассалов. Эта армия была рассеяна по всей Западной Европе и не могла вести сражения. Но зато могла контролировать ценности ордена на огромных территориях, богатства, которые тамплиеры собирали с невероятной алчностью на пространствах от Атлантического океана до Палестины, используя методы, до тех пор неизвестные в средневековой Европе. Как все монахи, тамплиеры давали обеты, послушания, целомудрия и личной бедности. Но сам орден, как организация, мог иметь имущество. Его устав прямо обязывал накапливать ценности и запрещал продавать имущество без разрешения высшего совета. Скупость храмовников доходила до того, что они отказывались выкупать своих братьев из плена, как это было принято повсюду в то время. Всеми возможными способами собирали храмовники свои сокровища. Кроме того, орден создал флот и добился монополии в плаваниях по Средиземному морю между Европой и Ближним Востоком. Его корабли перевозили войска крестоносцев, паломников, отправлявшихся в Святую Землю, среди которых были богатые и щедро платившие за услуги принцы. Торговцы также использовали флот тамплиеров для перевозки своих товаров. Из Европы везли оружие, лошадей, продовольствие. В Европу вино из Палестины, пряности и сахар из Индии, ткани из Дамаска, ковры и шелка из Персии, а также арабскую парфюмерию. Еще большие богатства орден аккумулировал в самой Европе. Чтобы заручиться поддержкой рыцарей ордена, монархи и богатые феодалы отдавали тамплиерам земли и замки. Тем или иным способом он овладевал целыми графствами с их землями, реками, лесами, полями и крестьянами. Тамплиеры создали свой банк. Каждое владение имело его отделение. Коммерсанты помещали в банк золото и другие драгоценные металлы, а взамен получали обменные векселя. Банк тамплиеров принимал на хранение также сокровища монархов, сеньоров и епископов. Золото монархов пускали в оборот. Они предлагали его под большой процент королям, феодалам, епископам, коммунам и торговцам. Орден стал крупнейшим ростовщиком в Европе. Среди заемщиков храма были епископаты и коммуны, которые, начиная с 1140 года, начали строительство церквей в готическом стиле. В то время большинство французских городов имели весьма ограниченные средства для развития. Если у их магистратов и появлялись свободные деньги, то в первую очередь их расходовали на укрепление городских стен. Тем более удивительно, что в течение нескольких лет во всей Франции были найдены деньги для строительства огромных готических соборов. Единственной организацией, способной дать их, был орден тамплиеров. Менее чем за сто лет было построено 80 огромных соборов и 70 храмов поменьше. Строительство требовало привлечения большого количества людей. Но рабочим нельзя платить заработную плату векселями. Кредиты, выданные епископам и коммунам, должны были быть обеспечены деньгами. Однако деньги, особенно металлические, были тогда редкостью. Серебряных же почти совсем не было. Того серебра всего около тонны, что тамплиеры вывезли из Палестины, было явно недостаточно. Добыча драгоценных металлов в Европе практически не велась. А месторождения в Германии, Чехии и России еще не были открыты. Золота также было недостаточно. И тем не менее, тамплиеры чеканили свою монету, серебряную, а не золотую. В течение XII-XIII веков было произведено такое количество серебряных денег, что они стали обычным платежным средством. На эти деньги и была развернута кампания по строительству храмов. Но откуда появился металл? Никто этого не знал. Вернее, те, кто знал, молчали. Тамплиеры вообще о многом молчали. Так, устав Ордена был известен только рыцарем, но и те не могли его хранить у себя, чтобы он не попал в руки непосвященных, даже из числа членов Ордена. Магистры принимали решение в глубокой тайне. Архивы Ордена таинственно исчезли. Существует еще множество необъясненных, а иногда и необъяснимых фактов в истории Ордена. Одни из них касаются флота тамплиеров. Для контактов с Англией у них имелись порты на побережье Атлантического океана. Расположение портов нельзя логически объяснить, исходя из потребностей тамплиеров в Европе. Это Ла-Рошель, расположенный в 150 километрах к югу от Нанта и на 70 севернее Руана, в устье реки Жеронды, на берегах глубокой бухты. Он хорошо укреплен и не приступен как с моря, так и с суши, в чем убедился позднее кардинал Ришелье. С этой точки зрения выбор тамплиеров нас не удивляет. Непонятно другое, зачем нужен был Ордену Порт, находящийся далеко к югу от Англии и к северу от Португалии, дорога в которую была более безопасна и удобна по суше. Однако Ла-Рошель отнюдь не был для тамплиеров второстепенным пунктом. Резиденция, находившаяся там, контролировала обширный район, а со всех сторон Франции к нему сходились семь дорог тамплиеров. Могущество Ордена росло, увеличивалось его влияние во многих странах Западной Европы. В течение двухсот лет тамплиеры не боялись никого и ничего. Так продолжалось до 12 октября 1307 года, до того дня, когда король Франции Филипп Красивый начал внезапную и хорошо подготовленную операцию против Ордена. Тамплиеры были обвинены в ересе, их владения разгромлены, братья арестованы, имущество конфисковано. Папа Римский издал указ о распуске Ордена. Арестованные были переданы в руки Инквизиции. Среди множества признаний для нас особенно интересно одно – протокол показаний рыцаря Жана де Шалона. Он утверждал, что в ночь перед арестами из Парижа вышли три крытые повозки, груженные сундуками с сокровищами храма. Повозки сопровождал конвой из 42 рыцарей во главе с магистром Гуго де Шалоном и Жераром де Вилье. Рыцари и груз должны были прибыть в один из портов, где их ждали 17 кораблей Ордена. Бросается в глаза непропорциональность количества кораблей и содержимого трех повозок. Но, возможно, существовали и другие обозы, направлявшиеся в этот порт. Мы не знаем, что было в сундуках. Слово «сокровище» может показаться обманчивым. Сейчас оно означает скопление золота, серебра и других драгоценностей. В средние века оно также имело этот смысл, но его применяли и для обозначения тайных архивов королей и коммун. Мы не сомневаемся, что сокровища храма, вывезенные из Парижа, это секретные архивы Ордена, которые надо было спрятать в надежном месте. В какой порт могли направиться рыцари в ту тревожную ночь? Конечно, в порт, принадлежавший тамплиерам. Другие были ненадежны, и там не было кораблей Ордена. Остается Ларошель. Надежно укрепленный, он мог бы выдержать осаду жандармов короля. К нему вела охраняемая тамплиерами дорога, на которой можно было найти сменных лошадей. Но мы не знаем, достиг ли груз пункта назначения. Известно только, что архивы Ордена не значатся в списках захваченного людьми короля имущества, а имена рыцарей, сопровождавших груз, названы вместе с теми, кто скрылся от ареста. Среди кораблей, нашедших убежище в Португалии, не было кораблей из Ларошели. Они исчезли навсегда. Перед исследователями встают три вопроса. Откуда тамплиеры брали серебро, металл, не найденный к тому времени на территории Европы, которым они буквально наводнили страны Священной Римской империи? Зачем им был нужен порт Ларошель? Куда ушли корабли, груженные сокровищами Ордена, которые удалось спасти в 1307 году? Жан де ля Варант, историк из Нормандии, говорит устами персонажа одной из своих книг, что тамплиеры вывезли много этого металла из Мексики, откуда пошло выражение «быть богатым», где слово «серебро» является синонимом слова «богатство», в то время как было бы, естественно, говорить так о золоте. К сожалению, Варант не указывает источник своих сведений, поэтому попытаемся сами найти подтверждение этой гипотезе. Одно из свидетельств можно найти, внимательно рассмотрев роспись фронтона храма тамплиеров в городе Верелай в Бургонии, которая датируется XII веком. Среди людей, окружавших Христа, на изображении можно увидеть мужчину, женщину и ребенка с непропорциональными большими ушными раковинами. Мужчина одет в убранство из перьев, похожее на одежду североамериканских индейцев, а на голове у него шлем викинга. Женщина с обнаженной грудью и в длинной юбке. Возможно, средневековые живописцы слышали что-нибудь о людях с большими ушами. Теперь нам известно, что инки и их предшественники, которым они подражали, имели обычай оттягивать уши, вставляли в мочки тяжелые кольца из золота, меди или камня. Такое трудно выдумать. Они, безусловно, знали о викингах, на что указывает шлем на голове мужчины. Смешав эти два понятия, они нарисовали идеализированного викинга. Есть еще одно доказательство того, что тамплиеры знали о существовании континента, который мы теперь называем Америкой. Недавно в Национальном архиве Франции были найдены печати ордена, захваченные людьми Филиппа Красивого в 1307 году. На одной из них, приложенных к документу, относящемуся к ведению великого магистра, видна надпись «Тайна храма». В центре расположена фигура человека, который может быть только американским индейцем. Одет он в набедренную повязку, на голове у него убор из перьев, такой же, какой носили индейцы Северной Америки, Мексики и Бразилии. В правой руке он держит лук, внизу, под луком, изображена свастика, крест с изогнутыми концами, распространенный в Скандинавии символ эпохи викингов. Варанд был прав, по крайней мере, в одном. Тамплиеры знали о существовании нового света, и это была их большая тайна. Тайна настолько важная, что ее сохранение было поручено высшим иерархам ордена и самому великому магистру. Это была тайна тайн, которую не были посвящены даже рыцари первого ранга. Нам известно происхождение этой тайны. В X веке германо-датские викинги уже 22 года провели в Мексике перед тем, как отправиться в Перу, где основали империю Тиауанако. Ирландцы к тому времени уже прочно освоили восточное побережье нынешних Соединенных Штатов. В начале XI века норвежские викинги создали на территории современного штата Массачусетс процветающие колонии, которые не теряли связь со Скандинавией. В это же время нормандский король Ролан захватил северные побережья Европы и стал править в Нормандии. Здесь и сохранились предания о походах викингов за океан. Отсюда и тайные службы ордена более чем через сто лет могли узнать о существовании континента за океаном. Но действительно ли тамплиеры добывали свое серебро на американских рудниках? Археологи утверждают, что мексиканские индейцы знали технологию обработки металлов уже около тысячи лет. Это находит подтверждение в легендах местных племен, где говорится, что техника и искусство металлургии были принесены в 967 году нашей эры белым богом Кецалькуатлем. Из различных источников известно, что в этом году в Мексику прибыл викинг Ульман. До этого времени в Мексике не использовали изделия из металлов. Они не были найдены ни в эпоху культуры Тиотиоакан, ни в классическую эпоху майя. Известно, что мексиканские индейцы, особенно тальтеки, были большими мастерами золотых и серебряных дел. К сожалению, от их великолепных изделий мало что осталось, так как конкистадоры переплавляли в слитки все драгоценные металлы, которые попадали им в руки. Медь была самым редким и ценным металлом. Из нее делали, кроме украшений, монеты, иглы, рыболовные крючки, ножи, и серебро считалось более ценным металлом, чем золото. Металлургия в Перу была более развита, чем в Центральной Америке. Это логично. С одной стороны, она получила важный культурный толчок китайского и индо-китайского происхождения, как это показал немецкий историк Гейне Гельдерн. Культура Чавин родилась внезапно без местных предшественников за много веков до нашей эры. Она обладала высоким уровнем технических знаний, включая и выплавку металла. С другой стороны, викинги, которые пробыли в Мексике всего лишь 20 с небольшим лет, правили около 300 лет империи Тиауанакако. С другой стороны, викинги, которые пробыли в Мексике всего лишь 20 с небольшим лет, правили около 300 лет империи Тиауанако, Уанако, а их последователи, инки, еще 250 лет. В Перу обрабатывали золото, серебро, медь, шампий, сплав золота и меди, бронзу и даже платину. Умели плавить, ковать, сваривать металлы, отливать их в формы. Изготавливали биметаллические изделия, а также знали способы покрытия серебра золотом и медью серебра. Так что современные ученые-металлурги могут это сделать только с применением электролиза. Золотое и серебряное производство в Перу более известно, чем мексиканское. Хотя испанские офицеры и солдаты и поторопились переплавить свою долю добычи в слитки, многочисленные открытия неразграбленных захоронений позволили составить внушительную коллекцию великолепных образцов ювелирного искусства инков. Различные доколумбовые цивилизации американского континента при всех своих различиях имели одну общую черту – каменные постройки и скульптуру. Носители этих цивилизаций могли обрабатывать самые прочные камни, задача, с которой с трудом справляются современные специалисты, оснащенные самым совершенным инструментом. До сих пор не найден ни один инструмент из железа или стали, относящийся к этой эпохе. Были обнаружены различные инструменты из меди и бронзы, но ни один из этих мягких металлов не может справиться с камнем. К тому же известно, что железо плохо сопротивляется действию времени и исчезает, не оставляя следа. Теперь мы знаем, что древние египтяне пользовались изделиями из железа, хотя до открытия захоронения Тутанхамона также не было найдено ни одного железного предмета. Археологи утверждают, что скульпторы и строители монументальных сооружений до Колумбовой Америки не могли создавать свои произведения, используя только инструмент из обсидиана или бронзы. Любой анализ покажет, что они должны были использовать инструмент из стали. Народам Америки были знакомы железо и сталь, по крайней мере, на территории империи Тиауанако. Тому есть убедительные лингвистические доказательства. Так, в языке инков и кечуа есть слово, обозначающее железо, но нет названия для стали. А в языке гуарани есть обозначение и того, и другого металла. Кроме того, викинги, высадившиеся в Америке в 967 году, владели без сомнения оружием и инструментами из стали. Бронзовый век для них закончился уже за полторы тысячи лет до того. За время своего пребывания в Мексике они так и не смогли научить тельтеков искусству получения и обработки железа, ремеслу более сложному, чем обработка мягких металлов. Те инструменты, которые могли остаться после их ухода за 500 лет, которые отделяли их от прихода испанских колонизаторов, рассыпались бы в прах. В Тиауанако викинги должны были бы по логике вещей организовать производство железа, но умение это было утеряно в результате гибели империи. К моменту прибытия испанцев в Перу, как и в Мексике, не могло остаться много стальных инструментов. Скорее всего, они уже исчезли, и даже названия их были забыты. Но название железа сохранилось. Его находили в шахтах и рудниках, но утеряли умение выплавлять его из руды. Напротив, в тех регионах Парагвая и Бразилии, где укрылась часть оставшихся в живых народов Тиауанако, инструменты и оружие из стали продолжали применять, правда, во все более скромных масштабах. И в эпоху завоевания воспоминания об этом были еще живы. Так, сокровища Монте-Сумы, императора ацтеков, накопленные за многие поколения, оцениваются в две с половиной тонны золота. Тогда, как только выкуп заправителя Атауальпу составил 6 тонн золота и 12 тонн серебра. В Перу была прекрасно организована добыча драгоценных металлов, а добыча золота промывкой велась на промышленном уровне. Теперь попытаемся ответить еще на один вопрос. Допустим, что серебро, которым пользовались тамплиеры для финансирования строительства готических соборов в Европе, добывалось в Южной Америке. И порт Ля-Рошель на берегу Атлантического побережья Франции был построен для ввоза американского серебра. Осталось узнать, куда ушли корабли, на которые были погружены секретные архивы ордена, таинственно исчезнувшие в 1307 году. Мы в состоянии ответить на этот вопрос. Корабли с тамплиерами, избежавшими ареста в 1307 году, и, возможно, с секретными архивами ордена, нашли убежище в Мексике. Но почему тамплиеры решили отправиться именно в эту страну? То, что они знали о существовании Центральной Америки, не вызывает у нас удивления. Уже более 150 лет слитки серебра доставлялись из Южной Америки в Европу. Тамплиеры поддерживали тесные контакты с потомками викингов, которые побывали в Мексике около тысячного года. Не исключено, что они предприняли в 1194 году разведывательный поход в этот район. Но так как они там не нашли достаточного количества драгоценных металлов, главной своей цели в Америке, то больше не возобновляли свои попытки. Ситуация стала меняться, когда союз короля Франции и папы Римского стал угрожать самому существованию ордена. Тамплиеры, в отличие от ордена госпитальеров, за всю свою историю не приобрели в Европе полностью автономную территорию, где бы они могли быть защищены от давления и угроз как светской, так и духовной власти. Дело могло плохо кончиться в любой момент. Рыцари стали думать о поисках надежного убежища в случае отступления. Викинги, торгуя с не обещали тем не менее им теплого приема на своей территории. Поэтому до 1290 года попытки обосноваться в Южной Америке не предпринимались. А после 1290 года они были бы обречены на провал. Империя Тиауанако была разрушена дикими племенами варваров. Оставалась только Мексика. Можно не сомневаться, что, отправляясь в Америку, тамплиеры думали, что речь идет о временном убежище. Но их расчеты не оправдались. Орден исчез навсегда. Изолированные за океаном тамплиеры могли утолять там свою жажду завоеваний и насаждать свою веру, которая в Европе граничила с ересью среди полудиких племен индейцев. Но шло время, и никто не занимал место ушедших из жизни. Через 50 лет после прибытия последнего из храмовников в Мексике не осталось ни одного белого человека.